Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Цариков Филиппов. Отдельная тема. 8.33 в Екатеринбурге, радио Комсомольская правда, Александр Цариков, Павел Филиппов и про автомобили и всё, что с ними связано, мы сейчас поговорим. Да, с нашим постоянным колумнистом Кириллом Формачуком, автоэкспертом, автоправозащитником. Кирилл, доброе утро. Ух ты. Кирилл. Восстанавливаем связь. Напомню, наши координаты. Плюс семь девятьсот пятьдесят три. Три восемь пять пять ноль девять двадцать три. Для ваших сообщений. Телефон для звонков. Три восемь пять ноль девять двадцать три. Кирилл с нами на связи. Доброе утро. Доброе. Да, всем привет ещё раз. Привет. Смотрите, ну вот чего начнём. Дело в том, что у нас тут открыли школу вождения для электросамокатчиков к концу сезона. Это, понятное дело, частная инициатива одного из кикшерингов. Вот. И занятие проходит под руководством инструкторов, в защитных шлемах, на специальной огораженной площадке. В общем, всё по красоте. Надо сказать, что история не новая для нашей страны, потому что в Москве подобная школа действует. Станет ли безопаснее от этого, как ты думаешь, Кирилл? Ну, какие-то отдельные люди-то явно чему-то там научатся, вот. Но с учётом того, сколько людей этим кикшерингом пользуются, и зачастую в каком состоянии они пользуются, ну, я сомневаюсь, что это существенно... Не, ну, это в любом случае хорошо. Лучше так, чем никак вообще, конечно. Да, ну, просто это массово. Вообще мы же опять возвращаемся к вопросу о том, что люди-то, которые ездят на кикшеринге-то, они правила дорожного движения-то, в общем-то, и не знают. Хотя обязаны знать, потому что у нас есть пункт 1.3 правил дорожного движения, в котором указано, что все участники дорожного движения должны знать и соблюдать правила дорожного движения. В том числе и пешеходы дикие, которые периодически пытаются самоубиться, выбежав где-нибудь там, чего-нибудь, перебегая дорогу. Поэтому, ну, уж у водителей-то вот этих вот самокатов-то явно надо сдавать им на права. И все-таки, я думаю, наше государство к этому придет, потому что, ну, какие-то итоги сезона подведут, посмотрят, что там опять рост адский, количество ДТП зарегистрированных. И, наверное, все-таки, я думаю, государство что-то должно делать, потому что это же население государства. Понимаете, вот мы боремся с пьяными за рулем, у которых там всего там сколько, два или три процента общего количества ДТП. Около десяти, Кирилл, на самом деле, по стране. Ну, тем не менее, да. Да, вот мы там боремся, не знаю, со всеми подряд. Вот с этими людьми, которые пол изменили, теперь им запретят управлять автомобилем. А вот этот самый массовый, наверное, сейчас вид вот такого вот транспорта, который берут в аренду люди, которые вообще полные беспредельщики фактически, вот эти самокатчики, они ничего не знают, и контроля над ними нет. Серая, в общем, зона какая-то. Вы знаете, если задумываться об этом вот в этих категориях, это правда странно, реально странно. То есть ты людям даешь фактически транспортное средство, да, довольно мощное, довольно скоростное. И какие-то, получается, знаете, как будто бои без правил. Слушай, ну, я специально вот взял еще один самокат, другого абсолютно, да, я брал в уши этот раз, я взял Яндекс. Так вот, там на первом экране, который у тебя появляется, список правил и условий, которые должен принять, то бишь электронную, по сути, ну, условную подпись поставить. Что там есть? А вы когда Windows устанавливаете, читаете лицензионное соглашение? Хороший вопрос. На 100 страницах? Нет, конечно. Кстати, там даже есть в этом приложении, можно посмотреть, ПДД для самокатов. Да, безусловно. И там все, в общем, если есть желание, ты все можешь это сделать. Если есть желание. И ограничения по возрасту. И вот есть такое. Помню, что приоритет всегда у пешеходов. Знаю самокат только для одного. Не катаюсь в нетрезвом виде. Если есть велодорожка, яду по ней. Саша, все правильно, никто не спорит. То есть все это прописано. Веди себя хорошо, слушай много. А теперь давайте вернемся к ситуации прошлой недели, где, напомню, водитель электровелосипеда погиб у нас. Вот, пожалуйста, прошлой неделе смертельный случай. Я напомню, Кирилл, ты не в курсе этого события? Не помнишь? Нет. Ну, я думаю, что это все примерно одинаковые ситуации. Там иного развития нет. Ехал пьяный, скорее всего. Нет, нет. Ехал не пьяный, насколько я понимаю. Ну, во всяком случае, об этом не было новостей. Это улица Крауля. Крауля 11, кажется. Такой ранний виз. И там электровелосипедист ехал по тротуару. В дворовой проезд проезжала машина. И он просто-напросто в нее въехал. То есть, не сбавляя скорости, он влетел? Не сбавляя скорости. И скорость, говорят, была километров 50 в час. Да, напомню, что они... Собственно, вот эта самая большая проблема в том, что они ездят по тротуару. Это самая большая проблема. А, собственно говоря, что касается велосипедов, то там хоть отдельно указано, что старше 14 лет, если велосипедист, он должен ехать по дороге. Вот. Вот они все едут почему-то по тротуару. Даже там и престарелые велосипедисты, которые... Больше... Больше... Конечно, они не измешиваются, проезжая всякие перекрестки, дворовые территории. Они как-то же пилят, и велосипедисты все, и собакатчики. Они все пилят. И я периодически прям сигналю, и все они недовольны. Например, куда-нибудь поворачиваю, и он вдруг с тротуара там проскакивает. И они вообще как бы, ебать, возмущаются как бы искренне, что типа, что за дела вообще как-то. И кто такой вообще, Денин? Да. Ты кому сигналишь, Денин? Да-да-да, классика. Классика жанра, да. Окей. Возвращаемся мы к автомобильным все-таки вопросам. О, тут у нас новая форма мошенничества. Ну-ка, давай. Появилась, да. Менеджер из Беларуси надул екатеринбуржеца, который хотел купить авто из Европы. Екатеринбуржец хотел приобрести автомашину европейскую, видимо. Заплатил взятый в кредит 1,2 миллиона рублей. Неизвестному менеджеру, который представился представителем компании белорусской, некая ООО «Империя авто». Но так красиво. Так и не получил машину. Головное дело возбудили. В апреле он заинтересовался машиной, это тот сам потерпевший. Нашел канал Телеграм, в котором были объявления о перегоне автомобилей. Связался с автомобильным менеджером. Выбрал машину Kia Sorento 2013 года. Выставил тот счет на растаможку. В общем, в итоге ни машины, ни денег. Ни растаможки. Ни растаможки. Вообще, Кирилл, есть какие-то условно-безопасные способы через, не знаю, там, белорусские компании, через казахские, киргизские, например, купить автомобиль? Так, конечно, какие-то эти способы есть, но найдет ли их конкретный человек, покупатель, здесь большой вопрос. Вот у меня недавно дело было, когда человек купил в Москве автомобиль из Белоруссии. Все там документы, все дела, там, печати, договоры. Вот, полгодика поездил, а потом машина в федеральный розыск выпала. А машина не дешевая, там Land Cruiser 200. Ух ты ж. Вот. И как выяснилось, просто типа в Белоруссии кто-то взял ее в аренду, по договору аренды, и типа уехал на ней в Москву и продал. Ну, конечно, это очень мутная такая история. Представляете, кто-то взял Land Cruiser 200, у которого нет ни маяков, никаких, ни GPS, там, трекеров, прочее. Как-то уехал в Москве, там, она месяц каталась в Москве и потом как-то продалась. Да, ну, это мутная такая история, как бы попасть. Мутная, да, да. Реально мошенничество. Вот, в итоге человек, все, машина в розыске. А что, ну, он все, как бы, вот. Очень все это сложно, печально, и куча, действительно, мошенничеств, кидалов и всяких вот этих схем. Ну, это отражает вот эту вот действительность нашу, в которой мы сейчас живем, когда все эти параллельные импорты, серые импорты, все непонятно. Вот, и это все, естественно, как бы, ну, потому что, если мы вернемся в старые времена, то многие автопроизводители, открывая представительство в России, там, всякие Мерседесы, там, Ауди и все прочее, они, чтобы, собственно, машины были конкурентные по цене, с учетом нашей тамошки адской, да, которая там... Всегда ослабилась, да. Да, вот эти автопроизводители, они компенсировали часть стоимости тамошки или дилерам там различные бонусы давали и прочее, чтобы машина стоила конкурентно. И было там даже очень долгое время так, что машины в Европе стоили дороже, исходя уже, вот, ну, чем в России, с учетом тамошки и прочего, да, за счет всяких дотаций автопроизводителей, которым нужен был рынок, ну, не знаю, там же свои интересы были. Вот, а сейчас-то все закончилось, поэтому люди, конечно, привыкли к старым ценам, а старых центов и не получишь ты уже тут. Никогда. И вот мы же регулярно обсуждаем, что требуют доплаты там какого-нибудь утиль сбора, там уже у людей, которые там год поездили, да, на машине, аннулируют там ПТС, потому что какая-то мощность занижена была при тамошке. И все это будет продолжаться и дальше, и дальше, потому что все хотят сэкономить, все хотят дать низкую цену, но в итоге муклюют с документами, там, с официальными платежами, а конкретный потребитель потом просто получает себе проблему. Ну, так что, не покупать теперь или как действовать-то? Ну, как действовать? Вот так вот действовать на свой страх и риск. Гарантии никто не даст. Слушайте, ну, а если покупать машину, то есть, опять же, если мы берем машину, не знаю, там, у перепродавца на территории Российской Федерации, тоже нету гарантии, что она не в розыске, что она не угнана. Например, одно из направлений, откуда сейчас везут машины, это снова Владивосток. Причем речь уже идет не только о праворульных машинах, но и вполне себе леворульные. Это машины, которые поступают там с восточных рынков разных, та же самая Корея, например, Китай. Вот оттуда как? Значит, для жителей Владивостока и для жителей Калининграда, там, например, да, есть льготная тамошка. Для этого там машина должна быть сколько-то там не продаваться. То есть человек ее вез по льготной тамошке, как житель отдаленных территорий, да, и небогатых территорий, да, вот. Типа льгота такая государство наша. А в это время ее продать не можно, например. А если он ее продал в это время, то начинаются сложности государственной кореходы платить. Или, допустим, льготный аутиль сбор, который сейчас существует. Вы должны тоже год не продавать машину, например. А люди продали, и вот такие начинаются все траблы. В общем, покупка автомобиля сейчас – это тупо лотерея. Понятно. Мы сделаем небольшую паузу, послушаем блок рекламы, продолжим через минутку. Цариков Филиппов. Отдельная тема. 847 в Екатеринбурге. Александр Цариков, Павел Филиппов и автопровозащитник и автоэксперт Кирилл Форманчук с нами. Вот нам пишут, кстати, плюс семь девятьсот пятьдесят три, три восемь пять, ноль девять, два три. Знакомый из Подольска попал в ДТП не по своей вине. На новой машине, ввезенной по параллельному импорту. Вот теперь проблемы с выплатой, потому что утилить сбор не оплачен, хотя есть страховка. Машине четыре месяца, и сказали, что могут покрыть только 30% ущерба. Это обычная ситуация уже, к которому надо привыкать? Что-то непонятное вообще. Ничего не понимаю. И причем тут утилить сбор к страховой выплате, это непонятно. То есть это не должно быть привязано, да? Нет, вы же страхуете имущество на определенную цену, обусловленную в договоре. Если говорим о добровольном страховании, то у вас, собственно, цена в договоре указана. Может быть, в правилах там что-то новое есть. Не понимаю, нужно больше средней. Да, так что, если будет время, распишите нам поподробнее, что там у вас, приятели, произошло, потому что пока мы с Кириллом не можем понять, в чем ЦИМИС. Так, еще одна неприятная новость. Ну, что называется, сколько еще будет таких? Все дорожает. Дорожают китайцы. Обещают в сентябре повысить еще на 10% стоимость этих самых китайцев, так что о дешевых китайцах стоит забыть. Хотя, может, и не успели даже о них подумать, потому что сразу они стали, иногда их с два по отношению к своей цене, оригинальной в том же самом Китае. Ну, машины китайские, они и так, собственно, ровно в два раза больше стоят в России, чем в Китае. И это условлено сборами именно государственными. Но надо сказать, что вот, например, наше братское государство, союзная Беларусь, там уже несколько марок китайских автомобилей производят, вот эти джили уже производятся, которые дешевле на сколько-то там, по сравнению с везенными из Китая автомобилями, там за счет того, что они там в Беларуси собираются. То есть, в общем, как-то чего-то происходит. И, ну, у нас же тоже вроде там начали собирать вот эти вот Солярисы, которые... Да-да. Солярисы... Это сейчас отдельный бренд Солярис есть такой, да. Ну да, в общем, какие-то машины собираются в России. Не забываем, что у нас есть АвтоВАЗ, который собирает какие-то машины. И про УАЗики, которые уже гнилые из завода в Ржавчине все выходят. Значит, мы тут разбирали недавно инструкцию по эксплуатации на автомобиль УАЗ. И там указано, что допускается коррозирование нового автомобиля. То есть, он, в принципе, уже в инструкции написано, что он, может быть, с завода уже ржавый. У программистов это называется... Это не баг, это фича, да? Да, это недостатком товара. Это не влияет... Нет, это не является недостатком. Это, типа, так и задумано. Это элемент дизайна. Это часть концепции дизайна. Правильно, правильно. Доброе утро, пишет нам. Отец живет в Казахстане. Очень хочет подарить мне машину. Как лучше поступить? Оформить дарственную или доказательную купли-продажи суммой в один рубль? Спасибо. Ну, я думаю, с дарственной будут сложности определенные, особенно если он у вас гражданин Казахстана. Ну, и вы не забывайте, что автомобиль, который растаможен на Казахстан, он надо будет заплатить непосредственно вам мучили сбор там и еще чего-то. Потому что есть... Несмотря на то, что мы живем в нашем таможенном союзе, с Белоруссией, Казахстаном, Арменией, с кем там еще, с Киргизстаном или с какими там странами, есть понятие такая внутренняя таможка. То есть вот вы можете завести, например, в Казахстан или Киргизстан машину и таможить ее как награжданина этой страны, не по ставкам там общим для таможенного союза, например, не по ставкам, как в России. И, следовательно, автомобиль... У него у этой машины есть ПТС такой же, там электронный или бумажный. Все как надо, да? Ну, просто когда россияне покупают такую машину, ставят ее на учет, он потом таможенный говорит, ага, дайте денег еще, пожалуйста. Потому что машина растаможена непосредственно на Казахстан. Поэтому в этом конкретном случае, я думаю, нам надо сначала выяснить этот вопрос. И, возможно, подарок-то не такой уж и будет веселый. В данном случае нам пишут, автомобиль собран в Казахстане. А вот этот я тоже не знаю, как бы собраны в Казахстане автомобили. В каком они виде утиль сбора оплачивают. Тут тоже нюансов масса может быть. То есть для нас... Вопрос такой себе. Для нас, для нашей страны, это получается в любом случае, как бы, с одной стороны... Плати. В любом случае, плати. Мы вроде бы как в одной таможенной зоне находимся, да, в люготной. Но, с другой стороны, собранный в Казахстане автомобиль, он для нас автомобиль иностранного происхождения. Правильно? Ну, это автомобиль, у которого уплачены всякие сборы, вот эти утиль сборок, не с учетом того, что он будет эксплуатироваться в России. И еще надо иметь в виду, что если это вот... Раньше была такая проблема с автомобилями из Беларуси, они там Кио какие-то собирались, там Кио Рио или еще что-то такого. Они были не Евро-5. То есть они были Евро-4, там вот, несмотря на то, что это новый типа автомобиль, но для того, чтобы какие-то тоже свои там эти все дела удешевить, вот, там что-то на машину не ставилось, и у них были Евро-4, Евро-3. А в России нельзя Евро-4, Евро-3 регистрировать, ну вот, именно новую машину. Поэтому люди, собственно говоря, эти покупали машины, а потом бегали и думали, что же с ними делать. Поэтому вопрос непростой, и с ним надо разбираться. Но напомню, кстати, что Россия единственная страна из таможенного союза, которая требует таможню для электромобилей. То есть несколько лет назад Россия именно ввела одна таможню для электромобилей, а все остальные страны не требуют таможню. Вот спасибо нашему государству. Да. Ох, уже здесь законотворцы. Еще одна мошенническая схема. А ты про нее хочешь? А может быть, вот по финалочке как раз-таки про смену пола и авто? А что там? Там все понятно. Ну, нет, это шутка про владельцев BMW должна быть. Ну, наверное, да. Давай, хорошо. Опять какие-то новые законы появляются, и людям с заболеваниями, которые прежде, ну да, были и были, запрещают садиться за ролик. Кроме шуток, об этом пишет «Известия», газета «Известия». И согласно включенным в перечень кода международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, МКБ-10, в списке указано, например, расстройство... Склонность, депрессия. Ну да. Расстройство половой идентификации, расстройство сексуального предпочтения, психологические и поведенческие расстройства, связанные с половым развитием и ориентацией. Я сейчас цитирую статью, собственно говоря. Они включены в группу заболеваний, пункт пятый, наряду как раз-таки с расстройствами личности, привычек в лечении, ну и так далее. Помимо всего этого, туда еще входит склонность к азартным играм. Это показания управления авторамией, клептомания, пиромания, ну и так далее. ПТСР. Да, да. Шизофрения, депрессия. Причем по некоторым позициям можно и согласиться, наверное, было бы. Да, действительно. А некоторые из серии, а ПТСР ведь может быть вообще у кого угодно. У человека пережившего нападение террористов может быть ПТСР. Да. У пожарного может быть ПТСР. Депрессия может быть тоже у кого угодно. Самый главный вопрос. А как, кто в этом признается, как это все будут дело доказывать, Кирилл? Значит, все с этим очень просто. Вы приходите на любую медкомиссию, платите там свои полторы тысячи рублей, через 15 минут получаете медицинскую справку, что выгодно и к управлению всем, что ездит, летает и крутится. Поэтому, конечно, можно сколько угодно ставить запретов и ограничений, но если это фактически никак не реализуется, то вот, значит, так и есть. То есть, другими словами, если человек не стоит на учете в психоневрологическом диспансере, по-моему, так это дело называется сейчас, да, то взятки гладкие, никто не признается, тебе не поставили диагноз, например, клептомания или пиромания, все норм? Значит, у меня было куча случаев, когда прокуратура обращалась в суд для прекращения права управления человека, которого, например, один раз забрали в отрезвитель. И он каким-то таинственным образом попадал в какую-то статистику или ставился на какой-то учет. А вот, значит, потом, когда начинали разбираться, ну, человек перебил, попал в отрезвитель. Вы знаете, мало ли кто попадал в отрезвитель. Ну, вот оказывали и, собственно, отбивались от таких исков. Поэтому тут не все так однозначно. Но в любом случае есть куча людей, которых все сложно с психикой. Они либо не обследованы, либо стоят на учете, но спокойно себе получают медсправки. Ну, вот кто проходил психиатра-нарколога? Скажите, вас кто спрашивает, здрасте, как себя чувствуете? Хорошо. Проводят все. Ну, все же нормально. Я просто помню, когда я проходил при... Голосовый, вы же слышите, спрашивал тебя. При трудоустройстве... Нет, не совсем так. При трудоустройстве на самой первой своей работе в 15 лет проходил медкомиссию. И меня спросили, припадки бывают? Я сказал, нет, не бывает. И мне написали в заключении, припадки отрицают. Все. Это реальный случай. Хорошо. Клиптование отрицает. Клиптование отрицает, да. Постройство сексуального поведения отрицает. Это тоже хорошо. Фантастика, конечно, да. Ну, то есть это просто какая-то формальная блуда, которая зачем-то нужна. Ну, каждое ведомство делает какую-то свою работу. Вот им надо это сделать, это надо. А то, что там при прохождении медкомиссии всем пофиг, ну, как бы это не их проблема, это же какое-то другое ведомство за это отвечает. То есть все снимает с себя ответственность. Ну, каждый, да, каждый свою работу какую-то делает. Короткий вопрос, короткий ответ. Как думает Кирилл, почему такой низкий процент сдачи на права именно вождения? Люди стали глупее или до заработок гаишников? Во-первых, сейчас процесс сдачи, он такой достаточно сложный и, в принципе, прозрачный для курсавта. Там в автомобиле, в экзаменационном, там порядка восьми камер стоит, которые снимают вообще все, и педали, и приборку, и ручник там, и вообще все, и все в салоне, и инспектора. Поэтому, если вы чего-то там не сдали, как бы, вы можете пойти это обжаловать, посмотреть записи с камеры. Мне периодически позванивают родители детей, которые там, ну, вот родитель вместе с ребенком пошел сдавать на права, как бы, и сам видел, и, допустим, говорит, вот, завалили там. Я говорю, идите камеры, смотрите, запросите, вам покажут. Кирилл, спасибо. Больше мне никто не перезванивал. Спасибо большое. Кирилл Формачук с нами, автозащитник. Сариков Филиппов. Отдельная тема. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду. И тебе рекомендую.